На прошлой неделе в Кенсингтонском дворце открыли статую принцессы Дианы. На мероприятии были только принцы Уильям и Гарри, а также брат и сестра покойной леди Ди. Торжественное празднование дня рождения принцессы Кенсингтонский дворец перенес на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что принц Гарри вновь приедет в Лондон, на этот раз уже с Меган Маркл и детьми. Британский таблоид Дейли Экспресс по этому случаю провел опрос среди своих читателей. Его итоги неутешительны для герцогов сасекских. Из 6-805 респондентов, 6-307 или 93% выступили против того, чтобы они привезли детей, а значит и против приезда экс-актрисы. Они все должны оставаться на своих местах и больше никогда не беспокоить королевскую семью. «Оставайся в США», цитирует издание британцев. Добавим, что визит герцогов сасекских в Лондон также запланирован на следующий год. В июне 2022-го королева будет отмечать платиновый юбилей правления. 1 июля 43-летняя княгиня Шарлен и ее 63-летний супруг князь Альбер II отметят 10-ю годовщину свадьбы. Но, увы, этот день они проведут не вместе. В Королевском дворце Монако рассказали, что княгиня недавно перенесла операции, после которых еще до конца не оправилась. В мае Шарлен подхватила тяжелую лор-инфекцию во время поездки в Южную Африку. С тех пор она находится там, так как врачи не разрешают ей путешествовать. В пресс-службе дворца заявили, что княгиня перенесла несколько операций. Последняя была проведена совсем недавно, 23 июня, после осложнений от предыдущей, и пока не может вернуться в Монако. Сама княгиня сказала, что очень скучает по супругу и детям, пара воспитывает шестилетних близнецов Жака и Габриэлу, и не может дождаться воссоединения с ними. В этом году я впервые не буду вместе с мужем отмечать нашу годовщину свадьбы, что меня очень печалит. Но у нас с Альбером не было другого выбора, кроме как следовать рекомендациям медиков, хотя это невероятно сложно. Он оказывал мне огромную поддержку. Мои ежедневные беседы с Альбером и детьми очень помогают мне сохранять позитивный настрой, но я скучаю по ним. Для меня было особенным моментом, когда моя семья навестила меня в Южной Африке, и было невероятно здорово увидеть их. Я не могу дождаться момента, когда воссоединюсь с ними, заявила она. Князь Альбер II вместе с детьми навестили княгиню несколько недель назад. В ближайшее время, по данным королевских источников, у них запланировано очередное путешествие в Африку. Сколько еще времени княгиня предстоит провести на другом континенте, неизвестно. 44-летний бывший муж 39-летней Меган Маркл Тревор Энгельсон в скором времени во второй раз станет отцом. Кинопродюсер, он известен по фильму «Помни меня» и сериалу «Снегопад». И его 34-летняя супруга Трейси Курланд ждут второго ребенка. И это снова девочка. Этой информацией с изданием US Weekly на днях поделился инсайдер. Тревор уже подтвердил скорое пополнение в семье, опубликовав в своем инстаграме фото с беременной женой и подросшей дочерью. «Продолжаем развивать детскую тему. Мы сделали это снова. Ждите уже этой осенью», подписал фото Энгельсон. Напомним, что чуть меньше года назад Тревор Энгельсон и Трейси Курланд впервые стали родителями. В августе прошлого года у них родилась дочь Форд, которой сейчас 10 месяцев. Этим радостным известием кинопродюсер поделился в своем инстаграме. Тревор Энгельсон и Трейси Курланд вместе уже несколько лет. В 2018 году, когда бывшая супруга кинопродюсера Меган Маркл сыграла пышную королевскую свадьбу с принцем Гарри, он обручился со своей новой избранницей. Через год после этого Энгельсон и Курланд обменялись клятвами любви и верности на уютной свадебной церемонии, которая состоялась на одном из пляжей Монтесито. Кстати, именно в этом месте сейчас живут Меган и Гарри. Напомним, что Тревор Энгельсон и Меган Маркл были женаты с 2011 по 2013 год. По слухам, перед тем, как выйти замуж за кинопродюсера, актриса потребовала его заключить необычный договор. Его суть заключалась в том, что в случае беременности Маркл Энгельсон должен был оплачивать жене услуги диетолога, персонального тренера и няни, чтобы она могла оставаться в хорошей физической форме. Родителями Тревор и Меган так и не стали. По слухам, экс-супруги расстались не на самой хорошей ноте и не поддерживают отношения после разрыва. При этом и Энгельсон и Маркл обрели личное счастье в новых отношениях. Недавно очередное пополнение случилось и в семье Меган. В начале месяца у них с принцем Гарри родилась дочь, которую они назвали Лилибет Диана. Королевский инсайдер Роберт Лейси написал в статье для газеты Daily Mail, что принц Уильям в частных разговорах гневно высказывался о супруге принца Гарри. По данным Лейси, принцу Уильяму однажды сообщили, что трудная невестка бывает во многих семьях. Как утверждается, в ответ герцог кембриджски кивнул, но потом разозлился. Но посмотрите, как эта проклятая женщина общались с персоналом дворца. Безжалостно, цитирует инсайдер принца. По его словам, круг преданных друзей и нескольких членов семьи уже в течение почти трех лет пытаются примирить братьев. Герцогиня кембриджская Кейт Мидлтон хотела подтолкнуть братьев к примирению после похоронных дедушки принца Филиппа, оставив их наедине. Но, как утверждает инсайдер, уже спустя несколько минут сыновья принцессы Дианы снова начали ссориться. Ярость и гнев между этими двумя укоренились очень глубоко. Было сказано слишком много резких и оскорбительных слов, поделился Роберт Лейси. Как он отмечает, в этом конфликте представлено две точки зрения. Защита принцем Уильямом монархии, то, как он ее видит, и защита Гарри своей жены. Лейси также отметил, что, по словам многих друзей, принц Гарри действительно желает примирения, однако стоит ему вспомнить то или иное оскорбление, которое якобы было нанесено братом или кем-то из семьи Меган Маркл. Он тут же приходит в ярость. Автор в своей статье подчеркнул, что у братьев есть прискорбная склонность жить в прошлом, питаясь старыми обидами. Лейси добавил, что принцы лишены матери, которая могла бы объединить их, а у их отца принца Чарльза иные приоритеты. Ранее, 24 июня, издание Daily Star со ссылкой на источник написало, что принц Гарри и Меган Маркл продолжали получать финансовую поддержку от королевской семьи даже после того, как заявили о разрыве с Букингемским дворцом. Речь шла о расходах принца Чарльза, в которых значились 4,4 млн фунтов стерлингов, 444 млн рублей, потраченные на деятельность герцога и герцогини Сасекских и герцога и герцогини Кембриджских. Точная сумма, которую получили принц Гарри и Маркл, не уточнялась, однако источник назвал ее значительной. В начале марта в эфир вышло интервью герцога и герцогини Сасекских. В ходе него Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но администрация дворца отказывала ей в госпитализации. Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила, но по ее словам это были не королева Великобритании и ее супруг. 17 мая в Букингемском дворце завили, что принц Гарри и его супруга должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сасекских, если сын принца Чарльза так разочарован своей королевской семьей. День рождения у экс-актрисы 4 августа. Меган Маркл готовится к своему юбилею. 4 августа ей исполнится 40 лет. По этому случаю, как предполагают эксперты, экс-актриса устроит большую вечеринку в Монте-Сито. Ведь для американцев 40-летия это не просто красивая дата. Корреспондент ЮС Викли Джо Дрейк отметил, что к этому дню Меган готовится уже сейчас. Напомним, что в начале июня герцогиня стала мамой во второй раз. Она родила дочь, которую назвали в честь прабабушки и бабушки, Лилибет Диана. Ожидается, что в следующем году герцоги Сасекские отправятся в Лондон, чтобы поздравить королеву с платиновым юбилеем правления. Во всяком случае, как стало известно ранее, Елизавета II уже пригласила пару. Имя американского бизнесмена и инженера Илона Маска, конечно, в первую очередь ассоциируется с инновациями, изобретениями и большим успехом. Однако известен он не только этим. Порой экстравагантные идеи основателя компании SpaceX сопровождаются его громкими, спорными и неожиданными заявлениями, которые он не стесняется делать публично. Сегодня, в честь 50-летия знаменитого предпринимателя, вспоминаем его самые яркие цитаты о своем происхождении. У меня часто спрашивают, инопланетянин ли я. Ну, разумеется, я инопланетянин. Я же работаю с технологиями об освоении космоса. Я думаю, что будущее может быть гораздо более захватывающим и интересным. Мы хотим стать цивилизацией, которая будет представлена на многих планетах Солнечной системы. Такое будущее нас вдохновляет. Ради такого будущего хочется просыпаться по утрам. О России. Моя семья боится, что русские люди меня убьют. О том, как он хотел бы умереть. Я бы предпочел умереть на Марсе. Только не от столкновения с его поверхностью. О египтянах и инопланетянах. Действительно странно, что мы не видим никаких признаков их существования. Кстати, пожалуйста, не упоминайте пирамиды. Укладка каменных блоков не является свидетельством наличия развитой цивилизации. Слухи о том, что я строю космический корабль, чтобы вернуться на свою родную планету Марс, совершенно не соответствуют действительности. Древние египтяне были поразительными людьми. Но если бы инопланетяне построили пирамиды, они оставили бы после себя компьютер или что-то в этом роде. О покорении Марса. Честно сказать, вероятно, вначале погибнет много людей. Но это будет замечательное приключение. О форме правления на Марсе. Я думаю, что, скорее всего, на Марсе будет прямая демократия, а не представительная. Таким образом, люди будут голосовать по различным вопросам напрямую. И я думаю, что это, вероятно, будет лучше всего, потому что потенциал демократии существенно понизился. О том, как разогреть Марс, чтобы он стал пригодным для жизни людей. Самый быстрый способ – сбросить термоядерные бомбы над полюсами планеты. О развлечениях на рабочем месте. На самом деле, я задумываюсь над тем, чтобы построить американские горки, такие, как на заводе во Фремонте. Вы садились бы в аттракцион и смогли бы на нем проехаться по заводу. Это, вероятно, было бы очень дорого. Но мне нравится сама идея. О трудолюбии. Если бы у меня была возможность не есть привычным мне способом, чтобы я мог больше работать, я бы не ел. Я хотел бы, чтобы был способ получать питательные вещества, не садясь за стол. О личной жизни. Я бы хотел уделять больше времени свиданиям. Мне нужно найти девушку. Поэтому мне нужно еще больше времени. Думаю, от 5 до 10 часов, сколько женщина хочет проводить времени со своим мужчиной в неделю. Может быть, 10 часов. Это какой-то минимум. Я не знаю. Об искусственном интеллекте. По крайней мере, если есть злой диктатор, то этот человек умрет. Но в случае искусственного интеллекта смерть исключена, он будет жить вечно. И тогда у вас будет бессмертный диктатор, от которого вы никуда никогда не сможете деться. О своем твиттере. Чтобы вы понимали, я всегда вел себя безумно в твиттере. Мой твиттер – это практически полная чепуха. О коронавирусе. Паника из-за коронавируса – это тупость. О том, что мы живем в матрице. Видеоигры скоро станут практически неотличимы от реальности. Вероятность того, что мы живем в реальном мире – один на миллиард.